Всем привет, с вами Витя. И в этом ролике мы будем пробовать травить клещады модок с помощью мази Вишневского. Каждый слышал про мазь Вишневского. Она обладает дезинфицирующими свойствами, благодаря входящим в его состав компонентам. Препарат проявляет противоспалительное, слабо раздражающее действие на рецепторы тканей, способствует ускорению процесса заживления ран и нормализуя кровоснабжение тканей. И сегодня, по вашим просьбам, я решил эту мазь проверить на нашем клеще демодоксе. Смотрите, какого красавчика я отловил. Я намерен мариновать долго этого сочного паразита. Посмотрим, что у нас получится. Наношу мазь на стекло и начинаю наблюдать. Ему явно не очень все нравится. Он изгибается, извивается и прячет голову. Интересно, почему он прячет голову? Может, ему запах не нравится. Добавляю еще мази вишни. Смотрите, как он корчится. Я покажу вам его со всех сторон, чтобы вы его лучше увидели. Мне он напоминает обувь или стопу. Пишите в комментариях, на что по-вашему похож наш клещ в профиль. Добавляю еще мази. Мазь обладает легким раздражающим эффектом. По всей видимости, нашего клеща эта мазь тоже раздражает. Демодокс продолжает мариноваться. Он прячет голову, изворачивается и мне кажется, что ему нечем дышать. В надежде, что он может хотя бы задохнется, добавляю еще мази. Клещ продолжает изворачиваться, прятать голову, перебирать с лапками, но не умирает. Я решаю выдавить клеща из-под стекла, убрать лишнюю мазь и рассмотреть лучше, в каком состоянии наш подопечный. После 4 часов пребывания в вишневской мази, клеш все еще активный. Он дергается, не задохнулся и не умер. По традиции, добавляю салициловую кислоту в надежде на то, что она добьет клеща. Но тут я столкнулся с препятствиями. Клещ никак не реагирует на кислоту. Я не мог понять почему, а потом понял, что клеш весь в мази и кислота просто не добирается до него. Я пытаюсь что-то сделать, чтобы кислота добралась до клеща. Смешиваю мазь и кислоту. Очень непростая задача я вам хочу сказать. Делаю это очень маленькой иголочкой. Добавляю еще кислоты и немножечко чищу клеща от мази. Но у меня так и не получилось убить клеща ни мазью, ни салициловой кислотой. Кислота так и не добралась до клеща, а клещ оказался какой-то неубиваемый, даже ругаться охота. Дальше салициловая кислота стала кристаллизоваться и мне пришлось убирать частички кристаллов, чтобы вам показать результат эксперимента. Я зол и я беспощаден, поэтому буду давить клеща с помощью покровного стекла и буду давить на стекло иголкой. Спустя 5 часов я с удовольствием наблюдаю, как вытекают из клеща кишки. Конечно, все эти эмоции только в рамках эксперимента, на самом деле я добрый и пушистый. Вот так вот выглядит стекло с мертвым клещом. Мазь Вишневского клеща Демодокса не убивает, проверено. Всем пока-пока, до новых роликов!